ССН-2 это компактный станок для заточки коньков. Извлеките станок из коробки и поместите его на твердую ровную поверхность. Удостоверьтесь, что заточный диск крутится легко и не касается алмаза. Если необходимо, отрегулируйте алмазы, отодвинув их от заточного диска. Поставьте алмаз для заточки прямо под плоскость и отрегулируйте алмаз для заточки под канавку с помощью регулировочного винта. До того, как включите станок, проследите за тем, чтобы ролик поддержки не касался заточного диска. Этот ролик должен находиться близко к диску, но не касаться его. Для регулировки ослабьте гайку на блоке ролика поддержки и легкими постукиваниями установите ролик в правильную позицию. Когда закончите, снова затяните гайку. Проверьте заточный диск, нет ли на нем каких-либо заметных повреждений. Установите конек в держатель. Сейчас, для примера, мы используем универсальный держатель H10. Следите за тем, чтобы лезвие конька находилось на ролике поддержки в течение всего процесса заточки и не касалось трубки пыли сборника. Включите станок в розетку. Станки выпускаются в модификациях, рассчитанных на 220 и 110 вольт. Используйте защитные очки, противопылевую маску и защитные наушники, когда работаете на станке. Вы можете затачивать коньки под канавку для хоккея шайбой и фигурного катания и под плоскую поверхность для хоккея с мячом и беговых коньков. По умолчанию алмаз для канавки установлен на 20 миллиметров. Обычно используется диапазон от 8 до 38 миллиметров. Вы можете менять глубину канавки, вкручивая или выкручивая алмаз для канавки и фиксируя его на нужной позиции. Замер производится от верха П-образной скобы до нижней части головки алмаза. Для правки диска перемещайте скобу с алмазом вверх и вниз, понемногу подавая станина вперед с помощью винта подачи. Правьте диск очень аккуратно, чтобы не повредить диск или алмаз. Проведите лезвием по диску вперед и назад несколько раз. Ввиньте конек и установите его в держатель наоборот. Аккуратно прикоснитесь лезвием к диску и вы получите маленькую отметку на диске. Если отметка посередине лезвия, значит ролик поддержки установлен правильно. Если отметка находится в нижней части лезвия, значит ролик надо опустить. И наоборот, если отметка сверху, ролик надо поднять. Расположение ролика поддержки надо менять, когда меняется толщина затачиваемых лезвий. Для заточки коньков для бенди или беговых коньков аккуратно и понемногу вкручивайте алмаз для плоской поверхности, одновременно плавно передвигая его вверх и вниз, как показано. Правьте диск мягко, последние движения должны его шлифовать. Обычно наклон блока алмаза для плоской поверхности не надо настраивать, но это можно сделать, если ослабить фиксирующий винт и установить блок на нужный угол с помощью шестигранника. Вы можете найти правильный угол, заточив конек, перевернув его в держателе и поставив отметку на лезвие. Если отметка похожа на эту, угол выставлен неверно. Выставьте угол и проверьте еще раз, чтобы отметка была ровной. Сейчас вы готовы приступить к заточке. Проверьте лезвие на предмет повреждений. Вручную аккуратно сгладьте значительные повреждения оселком. Установите конек в держатель. Держите лезвие параллельно ролику поддержки и начинайте работу. Держите лезвие параллельно ролику поддержки и начинайте работу. Движение заточки начинается в воздухе и лезвие касается диска максимально мягко. Когда лезвие в движении заточки доходит до конца, немного оторвите его от диска и плавно начинайте возвратное движение в другую сторону. Или точите только в одном направлении, как удобнее. Когда все повреждения лезвия сняты, начинайте его вытачивать мягкими длинными движениями, включая скругленные концы лезвия. Нажимайте на лезвие очень легко, чтобы получить отполированную поверхность. При заточке фигурных коньков убирайте лезвие от диска примерно в одном сантиметре от зубцов. Несколькими движениями оселка снимите заусеницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова